Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Семья Бровченко. Благодарю всех, кто пишет комментарии, ставит лайки и подписывается на YouTube канал. Ну, а также присоединяется к Telegram-чату. Ссылка в описании. Таня предстает перед нами в новом образе. И говорит, вот, знакомьтесь, мол, я обновленная Таня Бровченко. Ну, и теперь вы будете меня видеть в таком образе часто. Ну, да, сразу вспомнилась мне сцена из фильма «Служебный роман». Так выглядеть я буду всегда, сказала главная героиня. Ну, и в отличие от главной героини этого фильма, Таня только сказала это. Я больше чем уверена, что так она одета будет крайне и крайне редко. Ну, действительно, куда она будет ходить в этих всех нарядах и украшениях? Ну, как говорится, нежели богата, нечего и начинать, да? Если она полжизни вообще не имела представления о том, что такое украшение, какие-то платья, какие-то босоножки, туфли и вообще, что такое иметь больше, чем две пары обуви для женщины. Ну, не знаю я, поменяет ли Таня так быстро свои пристрастия. Хотя, возможно, и поменяет. Мало ли что. В виде исключения, например, да? А может быть, она в виде исключения обратит внимание на своих детей, на то, что им надо новую обувь, им нужна новая одежда. Когда-нибудь, может быть, Таня сделает исключение из общего правила. И оденет детей во что-то новое, а не стоптанное, перетоптанное. Ой, ну кошмар какой-то, конечно, да. Зато себе, вот видите, всё новое. И даже украшения стала носить. Ну, вот не понять. Она собирается переезжать куда-то в деревню, в село, куда-то там под лес. Но вот куда она будет выходить в этих платьях и наделать эти самые украшения, эти серёжки, которые ей так сильно понравились, и босоножечки какие-то, и туфельки? Куда она будет выходить? Просто непонятно. Если даже живя в городе, вот сейчас они в городе, живут в черте города, Таня никуда особо-то не выходит в свет, так сказать, да. И мы её не видим в её новом образе. Хотя, конечно, Таня упомянула о том, что и футболки, и джинсы она продолжит носить. Но, тем не менее, у неё ещё есть вот эти вот самые платья какие-то, вновь приобретённые какие-то, босоножечки, ещё какая-то обувь, и, конечно же, украшения. Ну, куда без них? Конечно, меня ещё умилило то, что Таня мусорными пакетами разграничила место в шкафу. И этими самыми мусорными пакетами она отметила границу платьев и прочих каких-то нарядов для каких-то мероприятий. К примеру, она говорит, вот этот момент, да, вот в этом промежутке, от мусорного пакета до стенки шкафа, вот эти платья я буду надевать почаще. Следующее, от этого мусорного пакета до следующего мусорного пакета. Тут у меня платья с украшениями с какими-то, которые не требуют дополнительных каких-то украшений. Платье само по себе уже самодостаточно. Следующая категория её нарядов, это какие-то очередные платья, которые требуют украшений дополнительных, ну и так далее. Всё это она разграничила мусорными пакетами, которыми она перевязала штангу, на которой находятся плечики для одежды. Ну а дальше Таня нам показала, из какого пластилина, из какой массы для лепки дети лепят что-то. И говорит, вот консистенция, да, именно так Таня и сказала, консистенция этого пластилина, этой массы жирная, да. И дальше нам взяла баночку и стала читать название, как же называется эта самая масса для лепки. Ну и прочитала, говорит, Джой Дох, вот так. Это человек, который, ну, закончил курс английского языка, помнится мне, да. Дох. Думаю, Дох, так, Дох, но дальше было ещё интереснее. Дальше Таня взяла в руки другую баночку с этой самой массой для лепки и говорит, Фан Доуч. Скорее всего, именно так, мол, это и читается. Хотя, в принципе, там Фан Доу. Что Джой Доу, что Фан Доу, везде Доу. Ну, видите как, почему-то Доуч или Дох. Вот так вот Таня удачно и успешно прошла курсы английского языка. Молодец, Таня. Ей главный процесс, но никак не результат. Очень интересно, Таня считала, сколько же у них этих самых баночек с этой массой для лепки. Ну и считает. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, именно так и выражается педагог, который добился того, что у него дети находятся на семейном образовании. То есть предполагается, что Таня должна или сама лично учить детей, в том числе и грамматики. Правильно? Правильно. И развитию речи. Правильно? Правильно. Ну или, если у нее есть возможность, то, конечно, нанимать репетиторов. Но так как репетиторов, я, насколько я понимаю, уже давным-давно нет в семье Бровченко, значит, вся надежда на Таню. А Таня как говорит? Ой, это просто бомба. Это крутяк. И дети вслед за ней повторяют. Даже маленький Максимка говорит, мама, смотри, у меня получилась бомба. Ну, это ужас какой-то. Ну, Таня не умеет сама разговаривать, и этому же она учит своих детей. Словарь Эллочки Людоедки. Да, лексикон, словарный запас. Это просто ужас какой-то. И ведь не понимают дети, что они говорят. Они считают, что Таня говорит правильно, и они повторяют вслед за ней, что Боря маленький, что Максим, я так думаю, и Саша тоже, и прочие дети. Они вслед за Таней повторяли, ну, те дети, которые постарше уже понимают, да, что к чему. А маленькие-то они понимают, они считают, что на самом деле крутяк и прочие вот эти вот слова, которые Таня выдает, не задумываясь. Это нормальные слова для того, чтобы писать то, что им прям вот очень нравится. Представляете? Придут они в картинную галерею. Ну, к примеру, это из области фантастики, конечно, но тем не менее. Вдруг. А вдруг. И начнут выражать именно так свои эмоции. Ну, их смотрители музея не поймут, как минимум. Ну, и как максимум просто выгонят из этого самого музея или картинной галереи. Хотя где Бровченко и где музеи, или где Бровченко и картинные галереи, это да. Это две большие разницы. Никогда Бровченко не будут своих детей водить по музеям, по выставкам, по картинным галереям и прочим подобным заведениям. Никогда. Почему? Потому как Тане надо досыпать, понятное дело. А Боря-старший будет делать всё для того, чтобы его девочка-солнышко была счастлива. И ни в коем случае не будет её будить или тревожить какими-то там моментами, вроде воспитания детей, кормления детей, образования детей, социализации детей, ну и так далее. Никогда. Нет. Главное, чтобы Танечке было хорошо. Танечка-солнышко, чтобы чувствовала себя прекрасно. А дети как дети. Боря-младший себе из этого самого пастелина придумал какой-то браслет. Вроде браслета на руку, да. Но очень широкий такой браслет, который начинается от запястья и заканчивается в районе локтя. И смеётся, ему весело. Таня тоже говорит, ой, что, мол, так тебе весело. Наверное, этот самый браслет, мол, как-то вот интересно пахнет. Давай понюхаю. Она берёт руку этого ребёнка так резко, да, таким резким движением. Думаю, а куда делась твоя боль? Тебе же очень болело расстояние между большим пальцем и указательным. Прям до хирурга ты доходила, до сосудистого. А сейчас что, нормально? Ты говорила, прям вот больно, когда Максим тебя за руку берёт. Стараешься как-то аккуратно, да? А тут ты посмотри, она рванула руку ребёнка, поднесла к носу. И я поняла, что у Тани насморк, потому как такой звук был. Вот как будто бы действительно у неё сильнейший насморк. И я вообще не знаю, как Таня учуяла там хоть какой-то запах. Говорит, мол, да, пахнет. Ну, я ещё не видела, чтобы так вот нюхали что-либо. Приехали Бровченко с футболой и устали, понятное дело. Ну, а Боря, несмотря на свою усталость, хвастается, что, мол, ему удалось купить лазерный нивелир на Авито за 4,900, что ли. Ну, около 5 тысяч. Хотя, в принципе, это Макитовский, да. Макита очень хорошая фирма, кстати. И, в принципе, Макитовский такой вот нивелир стоит около 18, а то и 20 тысяч. Ну, около того. В любом случае, Бровченко удалось купить достаточно дёшево. Новый, прошу заметить, да, это самый лазерный нивелир. И Таня, конечно, говорит, поздравьте нас с лазером. И надо обязательно было выяснить, ровно ли у них картина висит или нет. И вроде как выяснили, что не особо ровно. Потом Таня говорит, давай посмотрим, ровно ли у нас двери установлены. Выяснилось, что тоже не особо ровно. Ну, а потом, понятное дело, Таня поняла, что всё-таки этот лазерный нивелир не надо на кровати держать, когда пытаешься что-то выяснить, да, ровно там или неровно. Надо на твёрдую, ровную поверхность его установить, но никак не на кровати. Хотя, в принципе, у Бровченко вся жизнь на кровати, да. В том числе, этот самый нивелир тоже был установлен на кровати. Таня рада у вас говорила, смотрите, какой лазер. Какой же лазер, Таня? Лазер – это что-то уже библейское, да. Ну, почему не лазер? Нет, лазер. С одной стороны. А с другой стороны, это самый лазер был зелёным, да. И Таня так и говорила, зелёный лазер. Ох, Таня, Таня. Ну, вообще, конечно, Таня счастлива, что удалось сэкономить столько денег на этом самом лазере. Почему? Потому как им ремонт предстоит. Достаточно большой ремонт в новом доме, поэтому надо экономить. И вот Бровченко экономит. Думаю, что же вы забыли об этом ремонте, когда вы покупали Тане? Кучу вещей, кучу обуви, кучу украшений. Вы забыли напрочь о том, что у вас ремонт, что, по крайней мере, он вам предстоит и надо экономить. Или на Тане экономия заканчивается. Там, где начинаются Танины хотелки, экономия семьи заканчивается. Ну, а как это назвать? И да, Таня ещё сказала о том, что этот самый лазер, по словам Тани, пригодится для сваречных работ. Вот так. Сваречные работы лазерем. Вот так. Были они с Максимом на кружке и выполнили работу интересную достаточно. Из пластилина лепили фигурки подснежников и приклеивали к бумаге, к картону какому-то. Из ваты облака и снег был. В общем, интересно достаточно. И Таня счастлива. Говорит, мол, Максим, какой молодец, Максим это сделал. Ну, почему бы Сашу с собой не взять? Почему бы с собой не взять Борю-младшего? Нет, только Максим. Хотя, в принципе, я так думаю, что все эти походы на кружки закончатся. И для Максима тоже, когда вот они переедут в свой собственный дом под лесом. Ну, или не под лесом, но в любом случае далеко от города. Далеко от этого самого здания, где проходят эти самые занятия. То есть, Таня не поднимет свой, мы там сижу, ради того, чтобы детей повезти на кружки. И то, что вот они сейчас занимаются, это просто замечательно. Потому что в дальнейшем вообще никакого развития не будет. Даже для самых маленьких детей. Заказали Бровченко на Велберис лавандовый чай. Ромашку еще заказали. Будут пить они ромашку, значит. Что еще там заказали? Какой-то травяной чай. Ну, в принципе, это неплохо. Тимофей умеет кофе делать. Да, капучино, насколько я поняла. И Таня, конечно, говорит, в следующем видео покажет, как Тимофей это делает. Сделал он кофе такой для Тани и для Бори-младшего. О, как заботится Тимофей о своей маме. Подставку под ноутбук купили для Тимофея и для Паши. Мол, перегревается ноутбук, поэтому уже, что только они не делали, ничего не помогает. Надеются на то, что вот теперь при работе этой самой подставки охлаждающей, да, ноутбук не будет так сильно перегреваться. Не придется новый покупать, наверное, из-за этих соображений. Хотя, в принципе, пора уже купить новый. В конце-то концов. Таня прекрасно видела, что этот ноутбук уже наладан дышит. Но, наверное, видите, как экономия, да, им предстоит. И поэтому ни о каком новом ноутбуке, уж тем более для детей, речи быть не может. А для новых нарядов, конечно, Таня всегда найдет деньги. О новых нарядах всегда речь может идти. Конечно, это же Тане надо, а не детям. Максим сидит на кухне за столом и рисует гуашью. Таня говорит, красками рисует. Ну, хорошо, пусть будет так. В конце концов, да, гуашь тоже краска. И говорит, вот, кончается уже эта самая гуашь, но надо новую купить. И к чести Тане надо сказать, что она купила, заказала на Вайлдере, новую коробку, новую упаковку этой самой гуаши, целых 24 цвета. Представляете, говорит, подрадую сына. О, как, думаю, Таня, ты что-то и детям приобретаешь. Просто удивительно. И стоит рядом с Максимом рисующим Боря. И говорит, я тоже хочу рисовать. Ну, почему Тане не посадить Борю рядом, не дать ему те самые краски, ту самую гуашь, кисточки и так далее? Лист бумаги, ну, у них же есть целая куча этой бумаги. Им типография выдала, помните? Нет, не выдала, благословила Борю. После того, как он там произвел какие-то работы. Сварочные, нет, сваречные. И почему бы не дать ребенку тоже лист бумаги? Пусть себе рисуют вдвоем. Нет. Один рисует, второй смотрит и завидует. Ну, куда это додеться? А Таня не нарадуется. Говорит, Максим так здорово рисует, уже черты соблюдает. О, господи. Таня, что он соблюдает? Черты? Мол, сам эти самые черты чертит и не выходит за края. Вот так. Если раньше он малевал просто так, невзирая на какие-то контуры рисунка, то теперь он сам черты себе обозначает и все аккуратно закрашивает внутри. Ну, а Таня к своему возрасту научилась наконец-то кашу с мясом и овощами готовить. Говорит, такая вкусно-пшеничная каша получается. Научилась Таня готовить. Ура! Мать шестерых детей в кои-то веки научилась готовить кашу. Похвально. Ну, а по выходным, заявляет Таня, дети себе готовят пиццу. Нормально так? И вот Саша приготовил пиццу с сервеладом, да, через Д, и грибочками, и принес два кусочка маме. Но Таня, видите, еще какая привередливая. Говорит, а я не люблю, когда прям вот сильно запеченная эта пицца. Мне вот такую, которая побелее, да, не слишком зажаристую, будем так говорить. Это какой-то кошмар. Вместо того, чтобы похвалить ребенка, да, и просто радоваться, что тебе принесли, тебя угостили, тебе для этого мадам сижу свою не надо было поднимать. И радоваться тому, что есть. Таня еще говорит, нет, я такое не люблю, неси мне другой кусочек, да. Это какой-то кошмар, конечно, да. И почему бы Таня сама не приготовить эту самую пиццу? Но, видите как, видимо, Таня не собирается самостоятельно это делать. Она еще отправила Сашу молочко погреть для Тани, представляете? Говорит, он мне сейчас там молочко греет. Какой кошмар, подумала я. Это мать шестерых детей. Это просто ужас. И Таня считает достижением, что ребенок в свои 10 лет умеет пиццу готовить. Умница говорит. Представляете? Вместо того, чтобы гордиться его успехами в учебе, она гордится тем, что он умеет пиццу готовить. И угощает Таню. Еще и молочко умеет подогревать. И все для любимой мамы. Ну да. У каждого, конечно, свои понятия о том, чем должен ребенок хвастаться в свои 10 лет. Но у Тани, видите, какие интересные представления об успехах ребенка 10-летнего. Сказала Таня на Вайлберри с дождевики. И так как Боря работает штативом, Таня с ним иногда переговаривается. И говорит, вот такой у меня классный дождевик. Боря интересуется, а где Анин? А Таня говорит, мол, Анин уже ей отдали. То есть в очередной раз мы понимаем, что Ани нет с ними в квартире. Она с ними не живет. И правильно заметили участники телеграм-чата. На вешалке, когда Таня показывала куртки в своем прошлом блоге, не было курточек Ани. Ни одной. Хотя, в принципе, Таня говорила, на каждого ребенка тут две куртки. Значит, можем сделать соответствующие выводы. Ну и понятное дело, Таню надо поздравить. Поздравить с тем, что они купили эти самые дождевики. Поздравляем. Купила, точнее нет, заказала Таня у компании Фаберлик. Увлажнитель воздуха плюс ароматизатор. Два в одно. Таня счастлива. И вот этот самый увлажнитель воздуха, он выглядит очень похоже на волшебную лампу Алладина. И, конечно же, Таня счастлива, говорит, и увлажняет воздух, и ароматизирует. И, конечно, Таня не смогла удержаться, стала целовать этот самый увлажнитель. И поглаживает эту лампу, как будто бы там сейчас джин появится из этой лампы. И говорит, я желаю много счастья, желаю я здоровых, счастливых детей, любящего мужа, много денег, много преданных друзей. На что более, знаете, что я замечаю? Говорит, это всё у тебя есть, кроме денег. Нормально так? И тогда Таня говорит, ну всё, теперь я желаю ещё дополнительно много-много-много-много денег. Ну, естественно. А вот мне интересно, есть ли у неё здоровые и счастливые дети? Я в этом почему-то очень и очень сомневаюсь. Насчёт здоровых и счастливых. Дети есть, да. Вот из этой фразы здоровые и счастливые дети, только дети у Тани есть. Но здоровые ли они и счастливые ли они, очень сомневаюсь. Любящий муж, ну, мне кажется, всё-таки там Боре больше удобно рядом с Таней находиться, да. Он рядом с ней, себя чувствует очень и очень хорошо в финансовом плане, в моральном плане. Ему очень хорошо с ней жить. Много счастья, счастлива ли Таня? Ну, по-своему, наверное, счастлива. Ну, а много преданных друзей, опять же, когда друзей много, это уже не друзья. Это какие-то приятели, знакомые, ну, и так далее, да. А вот если говорить действительно о друзьях, то друг один, тем более преданный, он должен быть один. А у Тани как с Борей происходит? Сегодня одни у них друзья, завтра другие друзья, послезавтра третьи. Мне кажется, они даже имена их не запоминают. Поэтому-то они считают, что много друзей – это прям вот нормально, нормально тогда. А преданные ли эти самые друзья, я тоже не уверена. Ну, и, конечно, к этому самому вложителю и ароматизатору надо взять эфирное масло, которое Таня тоже взяла. И говорит, тут смесь эфирных масел, всё в одном, да. И вот, говорит, увеличивает работоспособность это самое масло, это самая смесь масел. Передаёт ощущение лёгкости и радости. И да, я думаю, Таня, вам надо увеличить вашу работоспособность, чтобы вы хотя бы свою мадам-сижу оторвали от своей кровати. Не в обеденное время, не в послеобеденное время, а с утра, чтобы вы накормили детей, чтобы вы посадили их делать уроки, заниматься с репетитором. Чем угодно, да, но для того, чтобы дети занимались, чтобы вы обратили внимание на своих детей. Возможно, их надо отвезти к врачам, возможно, дети захотят куда-нибудь в развлекательный центр, ну и так далее. А для всего этого нужно время. А так как вы спите дольше, чем надо, намного дольше, конечно, вы ничего не успеваете. Вам кажется, что прям вот у вас пониженная работоспособность. Ну вот, поэтому, да, очень хорошо, что у вас есть такое дело, как эти самые аромамасла. Но Таня сама сказала, что раз в 50 надо им работоспособность свою увеличить, чтобы выдержать всю нагрузку, которая у них есть. А какая у них нагрузка есть? У них никакой нагрузки абсолютно. Вся нагрузка на детях. Насколько я понимаю, старшие дети уже работают. Чем не нагрузка? На старших детях, да и на младших тоже. Ипотека со временем ляжет на плечи им, да? И так далее, и так далее. Вся нагрузка на детях. Какая нагрузка на старших бровчинках? Никакой. Зато говорить они много умеют, что бедные мы несчастные. Такая нагрузка на нас. Это раз. Во-вторых, почему, если они видели, что они тяжелые, если они знали заранее, да, что вот трое детей для них, это оптимально. Почему, для чего они рожали еще детей? Для пособий. Так извините, государство вас содержит благодаря вашим детям. Будьте добры отплатить тем самым, ну пусть не государству, детям. Ну что-то детям сделайте хорошее. Нет, бровчинка никогда детям ничего не сделают хорошее. Даже вещи новые им никогда не купят. Все бы уж, да. И вообще, им надо понять, что раз они решились на такое количество детей, они должны были давать себе отчет в том, что это тяжело. Действительно, многодетность это нелегко. Да, но раз они решились на такой шаг, они должны думать, как они справятся с этим всем, чем они будут кормить детей, как они их будут воспитывать, как они их будут социализировать и так далее. О здоровье своих детей в первую очередь надо было бы думать. Но ни о чем об этом бровчинка не думает абсолютно. Они думают только о себе любимых. О Тане и о Боре Старшем. Ну и, конечно, Таня купила какие-то пробиотики с тем, чтобы сделать какие-то молочные напитки, вроде какого-то йогурта, какого-то бифидока, ну и так далее. Купила она это дело, будет, говорит, добавлять немного в йогурт. А йогурт она будет делать в своей мультиварке. Но, опять же, посмотрим, сколько будет этого самого йогурта. Хотя Таня говорит, два раза в год минимум буду это делать. Это надо для хорошей работы кишечника, ну и так далее. Ой, не знаю, во-первых, сколько поместится в ту самую мультиварку, того самого йогурта, это раз. Во-вторых, будет ли Таня действительно заморачиваться? Думаю, что вряд ли. Если она это сделает, то один раз на камеру она это сделает, и всё, больше она этого делать не будет. Один раз в год это максимум, что Таня сделает. И вообще она заявила, что на пакетике написано по-китайскому. Да, не по-китайски, а по-китайскому. Ну, это самая упаковка на Таня, молодец. Она нашла в интернете инструкцию на русском языке, что да как, какая там пропорция и так далее. Но, повторюсь, это всё только вот на камеру Таня нам рассказывает, показывает максимум один раз на этот самый йогурт. Приготовит и скажет, всё, детки, вам понравилось, делайте дальше сами, в лучшем случае. Ну, а в худшем вообще заброси в дальний угол эти самые пакетики с пробиотиками, и всё, и до свидания. А на основании чего я сделала такие выводы? Во-первых, потому как я смотрю влоги брошинга достаточно давно, это раз. Ну, а во-вторых, Таня сама заявила, что ей напряжненько самой делать этот самый молочный напиток. То есть, она ещё ничего не сделала, она только увидела этот самый пробиотик в пакетике и только представила себе, что она это будет когда-то там вот делать в этой самой мультиварке, и уже, она говорит, ей напряжно. Вот такая вот мать шестерых детей, да. Ужас, конечно. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Семья Бровченко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok